Горячая пора наступает не только у охотников, но и ветеринаров. Накануне массовых отпусков владельцы домашних животных приводят своих питомцев на прививание. Наличие справки о сделанных прививках гарантирует хозяину зелёный свет на проезд во всех видах транспорта. Приучаем. Уже охотничья собака всё-таки. Взяли специально для охоты. Для четырёхмесячного Джонни поездка на охоту будет первой за пока непродолжительную жизнь. Но перед тундрой и первыми попытками охоты за дичью необходимо привиться. Хозяин, Сергей Пономарёв, привёз питомца уже на четвёртую прививку. В этот раз от бешенства. Эта вакцина необходима каждому домашнему животному. Рабикан – это бесплатная государственная вакцина, которая идёт по федеральному. Короче, бесплатно. Мы её прививаем по четвергам, потому что четверг – это общий день для прививок. Тех хозяев, которые планируют провести отпуск с питомцем вне Наренмара, тоже ждут ветеринары. Станция по борьбе с болезнями животных руководствуется решением комиссии Таможенного союза номер 317. Согласно правилам, животное должно быть вакцинировано не менее, чем за 20 дней до вылета. В случае, если питомца вакцинировали в течение года, дополнительных прививок не понадобится. Для собак обязательно является прививка против бешенства, чумоплотоядных, лептоспироза, паровирусного энтерита. Для кошек необходимо провести вакцинацию против бешенства, панликопения, ринорохиита, кальциевироза. Это общие болезни для собак и кошек. Они должны быть привиты. Окружные ветеринары могут предложить вакцину как отечественного, так и зарубежного производства. С вакциной иностранного происхождения можно ездить на всех видах транспорта – по России и за рубежом. Отечественный медикамент позволит путешествовать с питомцем на всех видах транспорта, но только по территории России и в пределах Таможенного союза. За 3-5 дней до вылета необходимо ещё раз прийти на станцию с паспортом и питомцем. Ветеринарный врач осмотрит животное и выдаст документ о его состоянии здоровья. Сопроводительный документ, если по территории стран Таможенного союза, это Казахстан, Белоруссия, будет ветеринарный сертификат для провоза животных по территории Российской Федерации или за границу ветеринарное свидетельство. Записаться на приём и прийти на вакцинацию можно в любой день недели с 8.30 до 18.30 часов. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север».